Юрий Валерьевич, часто моряки спрашивают, либо пишут под видео в комментариях, почему крюинги обязуют моряка проходить медкомиссию в конкретных указанных, одобренных медицинских центрах. Например, бывают случаи, когда у моряка с прошлого контракта осталась медкомиссия, еще действующая, он приходит в другой крюинг, а ему говорят, что она не подходит. С чем это связано? Это связано с покрытием страховых рисков судовладельцев перед пендай-клубами. Практически все пендай-клубы, ну подавляющее большинство их, которые входят в международную группу пендай-клубов, их туда 13 входят в крупнейших клубах мира, которые покрывают подавляющее большинство флота мирового. Они проанализировали, это было еще лет 10 назад, убытки по статьям, допустим, повреждения груза, повреждения береговых плавучих объектов, загрязнения моря, болезни, нетрудоспособность моряков. И оказалось, что сейчас все зашкаливает болезни, нетрудоспособность моряков. В частности, много случаев было, которые, в общем-то, влекли за свои большие расходы. Это сердечно-сосудистые заболевания, диабет, потом гепатиты. И все вот эти вещи, они, скажем так, трудноопределимы. А зачастую моряк, допустим, может наглотаться таблеток, и уже у него вроде сахар или глюкоза в крови нормальная. То есть, ПНД-клубы приняли решение не ужесточить, а систематизировать медицинское обследование моряков. И раньше, если медицинская комиссия, допустим, действовала 12 месяцев, 24 месяца, то сейчас почти все ПНД-клубы ограничили действие медкомиссии такой фразой, что она должна быть не старше двух месяцев перед направлением на судно. Действует она, допустим, 12 месяцев. И если украинские моряки, как правило, работают 6, 8, 9 месяцев, но филиппинцы работают и 12, и 18, то есть, если вот тот же филиппинец отработал срок действия медкомиссии 12 месяцев, и она подходит к концу, то с приходом в следующий порт нужно пройти ее опять эту медкомиссию. Поэтому медкомиссию, если моряк прошел в предыдущем контракте, отработал опять 6 месяцев, пришел, и эта медкомиссия уже 6, 8, 9 месяцев, то, естественно, судовладелец не подтвердит наим такого моряка, потому что требования Пендай-клуба – это медкомиссия не старше двух месяцев. И если возникает страховой случай, то есть, заболел моряк, то первые документы, которые требует Пендай-клуб для сопровождения этой претензии, это предоставить контракт моряка, коллективное соглашение, которое относится к этому моряку, последнюю медицинскую комиссию. И вот если, допустим, есть такой СКУД, шведский клуб, Пендай-клуб, у которого четко написано, что если моряк прошел медкомиссию в медицинском центре, не одобренный Пендай-клубом, то франшиза судовладелец автоматически увеличится до 25 тысяч долларов. Если в обычном порядке это 2-5 тысяч долларов, то тут франшиза до 25. То есть, если моряка лечили, лечили, и судовладелец потратил на это 30 тысяч, возмещение получит 5. Поэтому судовладелец не рискует, а направит моряков в медицинский центр, аккредитованный Пендай-клубом. Допустим, у того же СКУДа у них в Одессе 5 медицинских центров. У ЮКИ Пендай-клуба получили аккредитацию, только один медицинский центр. Есть также флаги, некоторые флаги, вот, допустим, немецкий флаг, тоже дал аккредитацию двум медицинским центрам на Украине. И надо проходить там. И судовладелец не рискует. Если пройдены медкомиссии, они там, они имеют шанс либо не получить возмещение, либо получить возмещение в меньшей степени. Поэтому это такое требование, и обойти его практически не будет. То есть это связано с рисками судовладельца материальными? Да. Да, с возмещением их. А такой вопрос, к примеру, правильно ли я понимаю, если моряк прошел медкомиссию в неодобренном центре и ушел в рейс, к примеру, поломал ногу, может ли ему страховая компания и судовладелец отказать выплате? Нет, судовладелец, согласно условию найма моряка, должен выполнить все свои обязательства. Должен вылечить его, репатриировать. Если возникла необходимость выплатить компенсацию, выплатить компенсацию, а потом все это требовать у ПНД-клуба. И вот тут-то будет заминка. ПНД-клуб откажет выплатить, потому что они выполнены условия страхового. То есть, грубо говоря, рискует только судовладелец своими деньгами? Моряк практически ничего не потеряет, потому что судовладелец есть обязательства. И в контракте моряка в типовых соглашениях профсоюзных, или вот эти атефорские соглашения коллективных, там нигде не прописано, где моряк должен пройти медкомиссию. Там, в принципе, моряк должен пройти медкомиссию в одобренном медицинском центре. Одобрен тем? Сторонной подписания коллективных соглашений, то есть судовладелец. Морякам просто нужно с пониманием относиться к этим требованиям кривны, потому что зачастую они не понимают, там пишут в комментариях, что, да, этот кривень, наверное, получает какие-то откаты от медицинских центров, то есть не понимая, откуда вообще эти требования берутся. Вот у нас, допустим, которые моряки попадают под требования пендай-клуба СКУД, там пять медицинских центров, и мы говорим, проходи в любом из пяти. Если это судно покрыто ЮКей-пендай-клубом, то только Академ Марин. Если это немецкий флаг, у нас сейчас, правда, были суда под немецкий флаг, то это только Медмарин. А где моряк может найти, к примеру, перечень одобренных центров конкретного клуба? Только в кривой компании, потому что судовладелец, когда выставляет условия на открытие вакансии, он пишет, что вакансия, опыт работы такой-то, документы такие-то, квалификация такая-то, медицинская комиссия в таком-то медицинском центре. То есть это все раскрывается в заявке на, скажем, рабочее место. А если у моряка в рейсе заканчивается медкомиссия, имеет ли он возможность и право проходить в любом порту мира? Либо, если это украинский моряк, то только украинский должен предоставить. Нет, в любом порту мира в медицинском центре одоблены пиандой клубами. То есть данный вопрос агент будет регулировать, либо капитан, да? Они должны сами направить моряку. Менеджер судовладельца. Они это контролируют, если заканчивается медкомиссия. Ну, сейчас это тяжело, допустим, чтобы медкомиссия закончилась, потому что продолжительность контракта обычно 4, 6, 8 месяцев. Она должна быть не старше двух месяцев, так что покрывается весь период. Потому что если проходить медкомиссию за рубежом, то тут двоякое. Кто должен оплачивать? Если это на территории Украины, то МЛС, в общем-то, не обязывает судовладельцев оплачивать медкомиссию. То есть моряк должен подтвердить, что он годен, что он может работать. И вот многие греческие судовладельцы, они, допустим, не размещают стоимость медкомиссии. А вот немецкие, английские судовладельцы размещают стоимость медкомиссии, даже несмотря на то, что МЛС-Конвенция напрямую этого не требует. И коллективное соглашение напрямую этого не требует, что за счет судовладельца. Поэтому избегаются, чтобы проходить медицинскую комиссию за рубежом.